Здравствуйте! Вы смотрите Лицкое телевидение. В эфире информационная программа события с новостями региона. Сегодня знакомлю я, Алексей Водейко, об основных темах этого выпуска в анонсе. Три дня яркого праздника. Председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник в большом интервью рассказал о том, как наш город отметит свое 700-летие. Город принимает подарки. Лицкое жилищно-коммунальное хозяйство на улице Коммунистической установило оригинальную цветочную композицию. Время царицы полей. На Личине приступили к уборке кукурузы. Лида на пороге юбилея. Она отметит 700-летие. Сам город долго готовился к этой дате и значительно преобразился. О том, что станет подарком для жителей Лиды по случаю праздника и какая программа запланирована на 700-летие города, директору, главному редактору Лида-медиа-компании Павлу Ивучу рассказал председатель Лицкого районного исполнительного комитета Сергей Ложечник. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Добрый день. Спасибо, что в канун 700-летия, в эти насыщенные дни, нашли время организовать нашу встречу. Встречу организовали вы. Я с большим удовольствием, конечно же, принял приглашение. Тем более, нам есть что рассказать и что обсудить. Поэтому спрашивайте. Итак, Личина готовится отметить 700-летие. На 1, 2 и 3 сентября запланирована насыщенная программа из множественных мероприятий. Но я знаю, что вы уделяете этому празднику гораздо более широкое значение. Такой емкий вопрос, конечно же, да. Мы знаем с вами, что Лида – один из самых красивейших и древнейших городов нашей республики, основанный в 1323 году. Вот ровно 700 лет назад князь Гедемин построил в нашем городе красивый замок, который и сегодня украшает наш город, является изюминкой Белоруссии, визитной карточкой нашего города. И туристы посещают его каждый день. И только вот за 22-й год наш замок посетило более 60 тысяч туристов. Первые, скажем так, подходы к реконструкции начались в 2010 году нашего замка. И потом уже благодаря программе «Замки Белоруссии» он завершил свою реконструкцию в 2020 году. Вот мы открыли вот эту башню, в которой мы сейчас с вами беседуем. И, конечно же, и дальше будем развивать и насыщать различными экспонатами наш замок, для того, чтобы он еще и более и более был привлекательный для наших туристов, которые хотелось бы вернуться еще раз, побывав единожды, рассказать друзьям, пригласить своих гостей, родственников, знакомых и так дальше. 700-летний юбилей – действительно очень красивая и значимая дата. Лида вообще один из красивейших городов нашей области. Здесь работают десятки предприятий, проживает более 103 тысяч человек. Ну а к празднику мы подходили, конечно, более широко, глобально. Весь 2023 год, все мероприятия, которые мы проводим в нашем городе в 2023 году, мы проводили под знаком 700-летнего юбилея нашего. И даже огни нашей новогодней елки, не то что в канун, а с 2022 на 2023 год, мы зажгли лазерными огнями с цифрой 700. Множество проектов реализовано и еще больше реализуется. Скажите, какие объекты станут подарком для города в рамках его юбилея? Ну, конечно, как и везде принято, на праздники нужно дарить подарки. Но у нас они такие подарки фундаментальные, такие плановые. И это говорит о том, что мы задолго уже готовимся к 700-летию города Лиды. Один из таких объектов – это Первомайская школа, где уже строители буквально наводят лоск. И 1 сентября школа после глобальной реконструкции, можно сказать, целой перестройки, откроет свои двери. Там будет обучаться 256 учеников. 44 малыша откроют двери садика, который будет также в этой школе. Условия шикарные. Школа реконструирована благодаря республиканской инвестиционной программе. Львиную долю затрат взял в себя областной исполнительный комитет. Это будет шикарный объект. Буквально к концу сентября, в начале октября, откроет свои двери новый детский садик на 190 мест в новом микрорайоне «Север». Опять же, садик строится благодаря областной инвестиционной программе. Поддержка губернатора города Лиды, она тоже видна. Это вот его подарок нам. Микрорайон «Север» будет у нас самый многочисленный район и самый молодой. Поэтому подарок в виде детского сада там просто необходим. Кстати, название этого детского сада «Северное сияние» выбрали сами наши жители. Придумали и выбрали из многих различных вариантов. Также дорогам в этом году уделяется просто огромное внимание. Я думаю, лечане это также заметили. Вот буквально на сегодняшнюю дату уже отремонтировано 10 улиц сплошным асфальтированием, 13 в работе. Также дворовые территории, они остаются без внимания. Кроме, конечно же, ремонта дорог, уделяется и строительству дорог. В этом году мы продлили, значительно продлили улицу Сосновую. Удалось связать микрорайон индустриальный и микрорайон Чеховцы. Пустили новый маршрут городского автобуса. Кроме того, в микрорайоне Чеховцы строится 5 улиц в печано-гравийном исполнении. А также строительство улиц в Островле и в Йотках. На мой взгляд, еще одним подарком лечанам к 700-летию города будет являться устройство пешеходной улицы. Как вы видите функционирование этой новой точки интереса? Вы знаете, у таких городов, как Лида, на мой взгляд, и мы, кстати, с гражданами посоветовались, действительно должны быть, может, такое слово скажу, атрибуты, стандартные атрибуты. И одним из них, конечно же, является пешеходная улица. Вот в Барановичах есть пешеходная улица, в городе Пинске пешеходная улица, и в многих других городах. И, конечно же, в Лиде она, на наш взгляд, тоже должна быть. И сегодня мы строим ее, меняем покрытие. Конечно же, огромный пласт работы предстоит по насыщению этой улицы. Но почему не брались немного раньше за эту работу? Потому что действительно искали чем насытить. И сегодня у нас уже есть компаньоны, которые построят на данной улице еще объекты питания, хорошие, такие самобытные, где-то с таким белорусским уклоном. И я думаю, что мы очень быстро, конечно же, с предпринимателями, с жителями города, эта улица насытимая. Она будет украшать наш замок, привлекать туристов, давать разные возможности. Потому что сегодня, когда приезжает тут автобус, а то и два, единовременно, по 40 человек, то наша гастроиндустрия, она немного не успевает за тем потоком туристов, и не успевает накормить. И туристам приходится посетить наш замок, и, к сожалению, для нас, ехать в Гродно, там питаться, и уже оставаться на ночлег. Так эта улица, она позволит, возможно, задержаться туристам, и даже переночевать в Лиде, посмотреть ее ночные красоты и так дальше. Сергей Васильевич, какие у Вас есть еще идеи сделать жизнь в городе удобнее и лучше? Поделитесь планами. Вы знаете, поделиться планами, это значит что-то пообещать. Мы такие, что вот обещания исполняем и выполняем. Потом, может, уже расскажу те идеи, которые высказывали раньше, и сегодня они уже имеют место осуществляться. Я думаю, все тоже видят строительство объездной дороги, так называемый западный обход, это дорога М11 вокруг города Лиды. Так, это тоже необходимая транспортная артерия, которая просто для города Лиды решит несколько задач. Это уберет транзитный транспорт из города, улучшит, конечно же, экологическую ситуацию, безопасность. Вот. Проект очень интересный, он сопровождается, конечно же, велодорожками, там, пешеходные дорожки. Вопросы безопасности в плане пешеходных переходов, потому что у нас, мы знаем с вами, за границами Лиды находятся дачные участки, очень много наших граждан постоянно туда передвигаются, так. Вот. Плюс на протяжении этой дороги находятся наши промышленные предприятия, такие как Лида Хлебопродукт. Ежегодно только сырья туда приезжают, около 200 тысяч тонн, мы это понимаем, да. Плюс завод горячего цинкования, конус, деревообработка. Плюс я еще уверен в том, что благодаря этой транспортной артерии, вокруг нее, около нее появится и новое предприятие, потому что сегодня транспортная инфраструктура, это один из моментов инвестиционной привлекательности. Так, это то, что уже сегодня осуществляется. Ну, не раскрою, наверное, уже секрет, так. Буквально две недели назад главой государства подписан документ, где, Лидия, нам с вами определено финансирование на путепровод возле так, уже набитой оскомину, возле ГАИ, который в железнодорожный переезд. И вот в ближайшее время тоже определяем генерального подрядчика и приступаем к строительству. Там будет путепровод в исполнении над железной дорогой, потому что, ну, разные ходили мысли о том, чтобы расширить этот проезд до четырех полос. Да, на сегодняшний день она может и решиться так, но с учетом того, что в микрорайоне Север будет проживать более 30 тысяч жителей, то, конечно же, если смотреть на 5-10 лет вперед, то, конечно же, правильным решением это путепровод. В ближайшее время начнем строительство. Это из тех идей, которые мы когда-то высказывали, сегодня осуществляем. Ну, не буду скрывать, еще раз хочу поблагодарить вот в своем интервью наших жителей, да, которые небезразличны к тому, что происходит в городе и подсказывают там, где-то у нас узкие места, а где-то также идеи. Поэтому спасибо нашим гражданам. Ни для кого не секрет, что лещане всегда бережно относились к своей истории. Они всегда также стремятся открыть новые ее страницы. Тому лучшее подтверждение – это раскопки, которые недавно завершились в городской черте за музыкальной школой. Сергей Васильевич, как, на Ваш взгляд, можно направить знания истории для приумножения туристического потенциала, а также в воспитательную сферу для молодежи. Интересный вопрос. В нем их несколько. Попробуем как-то ответить. Как я и говорил выше, конечно же, Лидово очень интересный город сам по себе, да. И вот в музее работают талантливейшие люди, профессионалы своего дела, да, и у них тоже есть свои идеи. И как-то в одном из разговоров высказалась была такая мысль, что, да, действительно, замку 700 лет, Лидия 700 лет, так. Но здесь же, наверное, была еще история, и она глубже. Поэтому было такое принято решение посмотреть в городе. Кстати, хотелось бы отметить, что раскопки в городе не проводились никогда. Они проводились только на территории замка. Поэтому работники музея наши совместно с археологами выбрали несколько мест в городе. Как говорится, отшурфовали пару слоев, так. Ну и в итоге определили место. Там была рыночная площадь когда-то. Вот. И буквально наткнулись на фрагменты, фундаменты некого здания, так. И уже определенные выводы уже можно сделать. Но они подведутся на научной конференции, которая будет тоже так же проходить в рамках празднования 700-летия. Но на тот вопрос, как увязать воспитание молодежи, вот то, что вы спросили, ну, конечно же, есть не то, что крылатая фраза, она действительно уже избита жизнью, подтверждает свое право на жизнь. То, что тот народ, те люди, которые не знают, не помнят, не чтят свою историю, не имеют будущего. И это сегодня сплошь и рядом подтверждается. И знаете, поэтому очень хочется, чтобы наша молодежь, как минимум, знала нашу историю, понимала ее, конечно же, гордилась, потому что нам есть чем гордиться, есть на что посмотреть. А тот объект, который мы, скажу, просто откопали, он также станет точкой притяжения туристов. Мы его закроем интересным таким стеклянным саркофагом, который будет тоже являться туристической точкой. И нашим с вами историческим работникам будет еще одна локация, куда привезти туристов и много чего рассказать о нашем городе, начиная уже еще более древние истории. Коснувшись темы молодежи, сразу появляется отличный пример, профориентированный школьный проект «Экономика. Личность. Будущее». Сергей Васильевич, вы уделяете особое внимание развитию и воспитанию молодых кадров. Всегда отмечаю, что наша молодежь у нас самая талантливая, самая талантливая, пытливая, интересная. И важно вовремя показать им, показать их возможности. И вот этот проект «Экономика. Личность. Будущее» на это и нацелен. О том, что ребята пока учатся в школе, имеют возможность посмотреть наш потенциал, наш потенциал нашего города, наше предприятие, и для себя уже определить возможности свои в будущем. Поэтому после того, как они окончат либо это СУЗы, либо ВУЗы, они должны понимать, что у них есть возможность вернуться на свою малую родину, раскрыть свои таланты, применить свои профессии, сделать предприятие еще лучше, город Ледук краше. Но этот проект, он немного шире раскрывает эти возможности. В чем вопрос? Помимо профориентированной работы именно молодых людей, мы показываем наш потенциал и преподавателям, педагогам. Начиная, как я всегда говорю, с директора школы. Все учителя, они посещают наше предприятие и смотрят наши уже технологические возможности, наше современное предприятие, и понимают уже, там, учитель химии, что для той же лакокраски или завода конуса, или наша химическая промышленность, такие предприятия, как Липласт Интернешнл, Липласт СПБ и многие другие, что вот не просто научить химии, чтобы понимать формулы, что действительно их знания, они сегодня превращают просто экономику уже в космические технологии. Юбилей – это также отличный повод для подведения итогов. Скажите, с какими результатами социально-экономической работы лично встречаю свой юбилей? – Ну, возможно, в этот период еще о конкретных результатах говорить мало, да? Ну, отметить, конечно же, хочется, что показатели выполняются, заработная плата растет, урожай мы уже зерновых убрали, результаты неплохие с учетом того, что этот год был таким засушливым, поэтому с хлебом мы уже будем, в магазинах дефицита точно не будет так. Промышленность, еще раз говорю, работает в штатном режиме, даже некоторые предприятия, такие как наша «Лакокраска», она опережает темпы запланированного развития, поэтому все хорошо. – Думаю, что все личане и гости города согласятся со мной, что праздничная программа наиболее насыщенная по своему составу. Три дня мероприятий, насыщенных праздников. Сергей Васильевич, на чем конкретно вы бы хотели заострить свое внимание? – Да, вы правы, программа действительно очень насыщенная, и не буду скрывать, мы даже ее немного и урезали, потому что сложно вложиться в временные параметры, конечно же, в возможности, сцены и так дальше. В чем особенности? Опять же, первое число. Наши промышленные предприятия, пищевые промышленные предприятия, высказали идею, и мы их поддержали, о том, что они говорят, ну, мы же тоже мощные, мы же тоже интересные, мы развиваемся, хотим показать себя. Поэтому вот наши промышленные предприятия, пищевые, они покажут себя на так называемом мероприятии, называли мы его «Харчфест», где они выступят, представят в себя каждые свои новинки, подходы. И вот эта новинка такая будет. Хотел бы на этом заострить свое внимание. Конечно же, будет шикарная музыкальная программа, будут представители белорусской, российской эстрады, это первого числа. Ну и завершится это все шикарным просто, ну вот я уже видел предварительно, проект «Фейерверк». Поэтому приглашаю первого числа также поддержать наши предприятия, наших артистов, всех жителей и гостей города. Второго числа также очень насыщенный, мы будем открывать наш 700-летний юбилей на Дожиночной площади. Так вот будет такая официальная программа, где мы почествуем наших и передовиков различных производств, людей, которые достигли определенные показатели в своих работах и так дальше. Отпроем районную доску почета, также приглашаю, там будет 24 фамилии на этой доске, это гордость нашей Литчины, это лучшие люди, одни из лучших людей нашей Литчины. Конечно же, будет шикарный концерт, никто голодным в Лиде не будет, у нас организована шикарная работа, проведена по организации фудкортов, поэтому всем должно быть предостаточно напитков различных, квас, пиво, поэтому, пожалуйста, приходите. Также шикарная концертная программа, завершится также второй день хорошим фейерверком. Ну и на третий день всех приглашаю, у кого хватит там здоровья, хотя многие у нас, кстати, Лида, очень спортивный город, как я говорю, здоровый город, у нас есть много людей, которые с удовольствием 3-го числа придут на так называемый забег здоровья, ну и вообще посмотрят те спортивные мероприятия, которые будут организованы, там и любительский хоккей, там можно будет прийти посмотреть, так и футбол, опять же. Поэтому наша локация спортивная, как мы ее называем, спортивная точка, там вот в районе стадиона Старт, Олимпии нашей, Ледового дворца, она также будет 3-го числа очень активно задействована. Поэтому вот наш праздник, он такой не один день, а целых три. И поверьте, организаторы очень стараются, культурные работники и так дальше. Лида – город гостеприимный. На 700-летие его посетят множество гостей, а также представители городов-побратимов. Знаю, что по вашей инициативе, с позволения сказать, воскрешены, также давно утерянные контакты. Почему вы уделяете этому особое значение? Вы знаете, вы совершенно правы. Я однажды сказал, что лечане любят и умеют встречать гостей. А что касается побратимских связей, то это вообще те связи, которые подкрепляются как минимум нашими общими славянскими традициями, культурными, спортивными подходами. И если мы уже когда-то заключили, их нужно поддерживать. И очень приятно и отрадно, что, к примеру, район Люберцы, заключен договор был более 10 лет назад. И мы, когда их пригласили сейчас на праздник, они отозвались. И, кстати, в эти же дни у них 400-летний юбилей, но все равно они к нам направляют делегацию. И очень приятно, что наша дружба, она вновь возобновится. Кстати, уже подтвердили визит к нам пять делегаций Российской Федерации, с которыми у нас заключены побратимские соглашения. Поэтому также сделаем, чтобы их пребывание здесь было интересным, насыщенным. И они увезли с собой только хорошее настроение. К сожалению, хотелось бы отметить позицию наших западных соседей. Некоторые из них в одностороннем порядке разорвали наши побратимские отношения. Ну, я знаю одно, что простые граждане наших Литвы, Польши, они приезжают к нам в гости, потому что у нас действует безвизовый режим. Смотрят, как мы живем, как мы празднуем. Поэтому я убежден, что и на наше 700-летие будет много гостей и с наших западных направлений. В завершении нашего с вами большого разговора что бы вы еще хотели бы добавить? Во-первых, хотел бы поблагодарить всех литчан, причастных к организации, к проведению нашего праздника. Потому что, когда ждешь гостей, нужно навести порядок у себя дома, на улице. Поэтому не только жилищно-коммунальное хозяйство отвечает за порядок и благоустройство города, а каждый житель. И это в Лидии у нас есть. Это добрая традиция литчан. Конечно же, приглашаю всех к нам в гости. Потому что праздник очень насыщенный. Буквально каждая локация можно считать отдельным праздником. Здесь занятие для себя найдет каждый. От мало до велико, как говорят. Поэтому всем желаю получить хорошее настроение, заряд просто самых положительных эмоций. И знать, что Лида, подпраздновав 700-летний юбилей, станет еще краше, еще интересней и уверенно смотрящей в будущее. Сергей Васильевич, спасибо за откровенный разговор. Я уверен, что мы вместе встретимся с литчанами на празднование 700-летия с 1 по 3 сентября. Спасибо. С нетерпением ждут праздник литчане. Они настроены посетить все праздничные, торговые и концертные площадки и хорошо провести время с семьей и друзьями. И все убеждены, праздник получится грандиозным и запоминающимся. В преддверии праздника города очень хорошее настроение. Очень давно его жду. Всегда с каждым годом. Это вместе отмечается с Лидбиром. Так празднично, масштабно. Я думаю, будет очень понравиться нашим гостям, которые приедут. У меня даже родственники с Минска приедут. То есть они берут с собой друзей. Будет очень весело. Я точно это знаю. Очень жду концерта. Там я знаю и видела, разные группы будут. На некоторых из них я уже была. И они пообещали, что приедут сюда. Вот я хочу их посетить. Концерты очень жду. Это грандиозное событие. Такое знаковое число. 700 лет. Город очень компактный, красивый. Я очень счастлив, что мне удалось, довелось посетить такой город, переселиться сюда еще с 2006 года. Приедут дети, сын, невестка, потом еще дочка, тоже внуки. Ожидание от праздника, посвященное 73-летию города, ощущается уже сегодня, потому что в городе наводится порядок, торговля готовится по полной программе. По моим данным, много звонило друзей, которые собираются приехать на этот праздник. Уже, поскольку я знаю все места в гостиницах и в кемпингах, которые практически все распроданы, поэтому праздник, я надеюсь, будет достаточно грандиозный для людей. Наш город преобразился к этому празднику. Мы пойдем обязательно на праздник. Будет круто, весело. Такие мероприятия, которые посвящены как нашему празднику, 700-летию Лиды, конечно, радуют, что такие мероприятия проводятся, таким масштабом. Приезжают гости из разных городов, областей, АТОРСы и медицинские собираются посетить данное мероприятие, посмотреть на выступления артистов. Ну и вообще, это очень интересно. Три дня, выходные дни, будет много людей, много будет мероприятий, концерты, весело, интересно, встречи со знакомыми, с друзьями. Это все очень здорово. Такие мероприятия нужны людям, чтобы было веселее жить. Не сидеть дома, выйти прогуляться, как бы очень здорово. Город у нас очень красивый, нас так все отстроили, здорово, чисто, просто Европа. Так что приглашаем всех желающих к нам. Мы очень довольны жить в нашем городе. Вообще, наша Беларусь очень красивая. Праздник еще не наступил, а город уже принимает подарки. К 700-летнему юбилею Лиды Лидское жилищно-коммунальное хозяйство спроектировало, изготовило и установило за собственное средство на улице Коммунистической оригинальную композицию, состоящую из трех металлоконструкций, украшенных пеларгониями и бегониями. Белые и розовые краски этих цветов будут радовать глаз литчан и гостей города до самых заморозков. В преддверии празднования 700-летия города Лиды руководством Лидского губжекаха было принято решение о создании цветночной композиции по улице Коммунистической, состоящей из трех композиций. Данное решение было согласовано с Лидским районным исполнительным комитетом. Разработчиком данной композиции является проектное бюро Лидского губжекаха. Металлоконструкции были изготовлены силами нашего предприятия и для защиты от коррозии направлены на завод горячего цинкования «Конус». В последующем композиция была окрашена и установлена согласно проектного решения. Надеемся, что данная композиция придется по вкусу литчанам и гостям города. Повод для благотворительности. В преддверии 700-летия Лиды представители закрытого акционерного общества «Белл Салт Трейд» решили порадовать подарками ветеранов, престарелых и инвалидов, а также семьи, где воспитываются приемные дети. Первыми, кому оказали такой знак внимания, стали люди, проживающие в Лидском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. В данное учреждение были доставлены наборы с продукцией марки «Индейка» из Лиды. На сегодняшний день в нашем учреждении проживает более 300 человек, лишенных дееспособности с разными психоневрологическими заболеваниями. Это особенные люди, которые нуждаются в тепле, поддержке и заботе. И мы обратились с огромной просьбой о помощи в компанию «Белл Салт Трейд», чтобы они помогли нашим подопечным устроить праздник для них. Это будет большой праздник, праздник урожая. И они откликнулись. Огромное спасибо им за помощь, за их добрые сердца и за поддержку. Следующими, кто получил подарки от работников предприятия «Белл Салт Трейд», стали воспитанники двух детских домов семейного типа. В приемных семьях Горчин и Горбач воспитываются 22 ребенка. Все они школьники. Именно поэтому вместе с продукцией марки «Индейка» из Лиды и сладкими угощениями ребятам вручили канцелярию, которая понадобится им в учебном году. В честь дня города мы решили посетить Лидский психоневрологический дом интернат для престарелых инвалидов, два детских интерната семейного типа. С собой у нас замороженная и охлажденная продукция из мяса «Индейки». Значит, это паштеты, сосиски, гуляши, фарш и так далее. Нам очень приятно заниматься такой деятельностью, как благотворительность. Планируем и далее посещать различные учреждения, то есть не останавливаться только на празднике города. Мы очень рады дарить подарки и оказывать помощь. Юбилей Лиды будет не только зрелищным, но и безопасным. На три дня город окунется в праздничную атмосферу. Ожидается большое количество гостей со всех уголков Белоруссии и из-за рубежа. Чтобы обеспечить безопасность участников в эти дни, правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы. На главной локации праздника даже ночную площадь, а второго числа и в Лицкий замок зрители смогут пройти через оборудованное КПП. Чтобы не создавать неудобства при досмотре, милиция рекомендует брать с собой минимальное количество вещей. Запрещается проносить спиртное и напитки объемом свыше пол-литра, а также в стеклянной и жестяной таре. Запрещается иметь при себе любого вида оружия и боеприпасы, полющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехника, газовые баллончики, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровье людей. Запрещенные предметы будут изъятны. Перед каждым КПП установят стенд с информацией о запрещенных предметах и веществах. Также в милиции напомнили, что к местам празднований не будут допущены нетрезвые граждане. Для удобства рекомендуем приходить на праздничные мероприятия заблаговременно, для осуществления пропускного режима, а также просим проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных предметов или вещей, а также о подозрительных лицах незабедлительно необходимо информировать ближайшие наряды милиции либо по телефону 102. Сотрудники милиции приложат все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить правопорядок, личную, имущественную, дорожную безопасность граждан. В центре Лиды на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение автотранспорта. Временные ограничения начнут действовать уже в четверг с 9 часов утра на отдельных участках улиц митрополита Филарета, Ленинской, Советской, Грюнвальдской и Тавлая. С 9 часов 31 августа будет закрыто движение на следующих улицах. Улица Филарета от улицы Качана до улицы Советской. Улица Ленинская от улицы Советской до проспекта Победы. Улица Советская от улицы Кирова до улицы Грюнвальдская. Улица Грюнвальдская от улицы Советской до улицы Калинина. Улица Тавлая от улицы Советской до улицы Набережная. Утром 2 сентября перекроют проспект Победы от пересечения с улицей Ленинской до Радюка. Кроме того, в дни проведения мероприятий ограничения коснутся и дворовых территорий. Завтрашнего утра въезд и выезд будет запрещен во дворах по Ленинской, Советской и проспекту Победы. Запрещен въезд и выезд с дворовых территорий домов, расположенных по улицам Ленинская 6, Советская 1, 5, 7. С 9 часов 2 сентября по улицам Ленинская 7, 7А, 7Б, 7В и 9, а также по проспекту Победы 39 и 41. Определены места для парковки автомобилей. Это стоянки у следующих объектов. Магазин «Строй Сити», проспект Победы 172, кафе «Уяна», деревная Йодки, улица Придорожная 7А, спортивный комплекс «Олимпия», улица Качана 35, ледовый дворец, улица Качана 31, торговый центр «Лидопарк», улица Качана 29, магазин «Мартин», улица Мицкевича 33, магазин «Мартин», улица Космонавтов 3, магазин «Санта», улица Коммунистическая 50, гипермаркет «Евроопт», улица Красноармейская 63, место организации палаточного городка, деревня Йодки напротив кафе «Уяна». Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием к временным запретам, а водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты движения. Транспортные средства нарушителей будут эвакуироваться. Ограничения на дорогах Лиды продлятся до 15 часов 3 сентября. Сотрудники органов внутренних дел могут принимать решение о отбуксировке транспортных средств без помещения его на охраняемую стоянку в целях устранения препятствия созданного транспортным средством. Лидское телевидение продолжает проект, приуроченный 700-летию Лиды. В нем наши корреспонденты рассказывают о самых интересных местах, улицах и достопримечательностях города. В нашем очередном выпуске речь пойдет о костеле воздвижения Святого Креста Господня в Лиде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Памятник архитектуры позднего барокко. Храм, включенный в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Это о крестово-здвиженском фарном костеле в Лиде. В нынешнем видео он появился в городе в 1770 году. Фарный костел построил епископ Фома Зинкович на средства, пожертвованное виленским епископом Михаилом Зинковичем. Архитектором проекта стал Иоганн Кристоф Глаубиц, основоположник изысканного архитектурного стиля, позже названного виленским барокко. Однако, ни основателю костела, ни его архитектору не довелось увидеть результаты своего труда. Оба умерли до завершения строительных работ. Костел крестово-здвиженский в Лиде построен в виде Т-образного сооружения. Алтарная часть прямоугольная. Основной фасад состоит из двух ярусов с фигурными фронтонами. На своды и стены святыни нанесена фресковая роспись. Алтари построены из искусственного мрамора. Скульптуры и лепка тяготеют к стилю рококо. Наиболее интересной иконой, находящейся в храме, является икона Богоматери с ребенком. Образ привезен в Лиду еще в 14 веке первыми миссионерами-францисканцами. И напоследок не можем не сказать, что в 1993 году рядом с костелом был установлен памятник первопечатнику Франциску Скорине. Скульптор Валериан Янушкевич чаще всего Скорину изображает спотнятой вверх рукой. Жестом, олицетворяющем мудрость и знание о силу человеческой мысли. Памятник Франциску Скорине в Лиде также не стал исключением. Средства на реализацию проекта собирали всем городом. Открытие монумента было приурочено ко второй годовщине независимости Беларуси. Продолжаем выпуск. На Лидчине дан старт уборки кукурузы. Всего в регионе под эту культуру отведено 7 948 гектаров. Кукурузу выращивают во всех семи хозяйствах. Первая техника в поле вышла в филиале Дитва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт. Здесь под царицу полей отведено 1115 гектаров. Это же хозяйство лидирует по темпам уборки. За ходом заготовки зеленой массы наблюдала наша съемочная группа. Только на прошлой неделе аграрии филиала Дитва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт, завершили уборку зерновых и зернобобовых, а уже на этой приступили к сбору урожая кукурузы. На сегодня убрано 40 гектаров площадей, а это чуть более 3,5% от общей площади пашни. Несмотря на то, что заготовка зеленой массы в филиале Дитва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт, еще на начальном этапе, ее урожайность аграриев пока радует. Урожайность в этом году неплохая. Пока погода не внесла свои коррективы, составляет около 400 сантиметров с одного гектара. Планируем заложить траншею и потом еще заложить, нам нужно 2-3 траншеи заложить все ножа. Так что это пробная партия, влажность еще немножко высокая, ну позволяет погода. Погода, если погода будет позволять, будем дальше продолжать кукурузу, вложить на зеленый корм. В этом году в филиале Дитва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт, под заготовку кукурузного силоса, отведены все 1115 гектаров площадей, засеянных кукурузой. Сейчас аграрии хозяйства закладывают скошенный урожай в траншеи. Уже заготовлено 1000 тонн зеленой массы. Всего же в этом году в хозяйстве необходимо заложить в траншеи не менее 29 тысяч тонн силоса. Именно столько нужно, чтобы прокормить в течение полутора лет почти 5,5 тысяч голов крупного рогатого скота и повысить надои. На сегодняшний день мы закладываем траншею на МТК Крупова, вывезем траншею, траншею трабует Самкодор-352. Силос должен быть заложен в траншею в оптимальные сроки, это 3-4 максимальных дня для закладки траншею, вовремя с несением консервантов обязательно и также трамбовка. На сегодняшний день трамбовать сильно не надо, потому что влажность большая. Для того, чтобы качественный силос был, это содержание кархмала в силосе. Если он будет в норме, будет хороший корм для скормленного скота. О том, как важно соблюсти все правила трамбовки, чтобы сохранить качество закладываемого силоса, не понаслышке знает механизатор хозяйства Эдуард Запасник. На его счету более 30 лет работы в сельском хозяйстве, половину из которых он управляет экскаватором-погрузчиком «Амкодор». Качественная закладка кормов зависит от трамбовки и отрезки. Лучшая резка – лучшая трамбовка. Выдавливание воздуха, больше выдавливается воздух при мельчей резке, это значит качественная корма будет. На кукурузных полях в хозяйстве Детва, открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт», сейчас работают два кормоуборочных комплекса и девять машин задействовано на отвозке кукурузной массы. На одном из комплексов трудится механизатор Сергей Жежа. С уборкой зерновых и зернобобовых культур ему доводилось сталкиваться неоднократно. А вот царицу полей убирает впервые. В этом хозяйстве работаю где-то месяц, техника хорошая. Раньше на ней не работал, так как работал постоянно на зерноуборочных комбайнах, а сейчас ждали этот комбайн. Сразу было непривычно, а сейчас уже более-менее все нормально. Уборка зерна как бы проще. Здесь надо смотреть, чтобы нормально все попадало в машину, в прицеп, смотреть и в жадку. Здесь сложнее, может просто непривычно еще. Завершить уборку кукурузы на силу с филиалей Детва, открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт» планируют до конца октября. Параллельно с этим в хозяйстве ведутся и другие работы. Параллельно идет сев, завершенный сев азимового рапса. Теперь на сегодняшний день сеется у нас сурепица, нас кармливают тоже скоту. И также подготовка к посевной зерновых азимов культуры. Работают три многонасыщенные трактора на похоте, один трактор на культивации, дископак работает. Подготовка с первого, второго числа начнется посевная азимых зерновых. Будет производиться посевная до середины октябра, будет производиться закладка силоса до конца октябра, но там уже подготовка к зиме, постановка техники на хранение, подготовка техники до весенней посевной. Пока погода к лидским аграриям благосклонна, они стараются сработать по максимуму, чтобы и урожай собрать в срок, и качеству его не навредить. Поэтому ближайшие два месяца техника в поле в погожие дни будет работать в режиме нон-стоп. Вчера лидские спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по декорированию посуды. Сообщение о пожаре по переулку Фомичева на пульт МЧС поступило в 16.01. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. В результате пожара полностью уничтожена кровля здания, повреждено перекрытие пристройки. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, звоните спасателям по телефону 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества. И на этом наш выпуск и завершен. В связи с проведением профилактических работ в четверг, 31 августа, программы Лидского телевидения в эфир не выйдут. До встречи в пятницу в 19 часов на Лида ТВ.